Великий пост Великий пост приближается к концу, и мы подходим к самым красивым его седмицам – седмицы Ваи и Страстной. Если о богослужебных текстах Страстной Седмица говорится достаточно часто, то седмица, предваряющая воскресение Лазаря, обычно остается в тени. И именно ей будет посвящен наш сегодняшний разговор. С понедельника седмицы Ваи церковь уже переносит нас в библейскую историю болезни Лазаря и пути Иисуса к Иерусалиму. Сегодня Христос, находящийся на другом берегу Иордана, узнает о болезни Лазаря, и как пророк говорит, болезнь – это не к смерти. На следующий день звучит пророческое обращение к Лазарю. «Лазарь мудрый, готовь погребальные пелены, ибо сегодня к утру ты уйдешь из жизни. Посмотри же на свой гроб, в котором ты поселишься, но знай, Христос вновь даст тебе жизнь, воскресив на четвертый день». Среда – день смерти Лазаря и начало пути Христа в Вифании. «Сегодня умер Лазарь и плачет о нем Вифании, но ты, наш Спаситель, воскрешаешь его из мертвых, чтобы уверить своих друзей в своем страшном воскресении, в умерщвлении ада и в оживлении Адама. Ради этого мы воспеваем тебя». Следующие два дня этой седмицы посвящены пребыванию вместе с Лазарем в аду и радостному и трепетному предчувствию скорого разрушения царства тьмы. Уже два дня Лазарь во гробе видит умерших от века, смотрит там на удивительные устрашения, на бесчисленное множество узников ада. Потому и плачут горько родственницы его, смотря на гроб его. А Христос уже идет оживить своего друга, чтобы все согласно воспевали «Благословен ты, Спаситель, помилуй нас». «Христос у дверей, не плачь больше, Вифания, ведь он изменит твой плащ, превратив его в радость, воскресив из гроба твое дитя Лазаря, поющего Христа в веках». Другая смысловая линия этой седмицы – обращение к монахам, которые некогда по древней восточной традиции проводили пост в пустынях. «Все, находящиеся в пустынях, горах и пещерах, придите, соберитесь вместе с нами, носящими ветви, чтобы встретить царя и владыку, ведь он идет, чтобы спасти наши души». Святая Четыридесятница заканчивается в пятницу седмицы Ваи, и тексты субботы уже пронизаны воскресным торжеством. «Так говорил умирающий ад. Увы мне, и вправду погиб я теперь. Вот Назарянин сотряс преисподнюю, и, рассекши мое чрево, позвал и воскресил бездыханного мертвого Лазаря. Ад сказал, умоляю тебя, Лазарь, воскресни, выйди скорее из-за моего рота, уйди, ведь лучше мне рыдать о потере жестоко отнимаемого у меня одного, чем обо всех, кого я поглотил прежде». Тексты седмицы Лазаря — это предчувствие скорой Пасхи, обещание вечной победы над смертью и адом, и укрепление накануне седмицы страданий. Лазаря Продолжение следует...